МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости города и Прибайкалья на канале Ангаромедия. С вами Надежда Фролова. Выдачу кредитов смогут ограничить. Госдума приняла в первом чтении соответствующий законопроект. Документ дает право Центробанку принимать подобные решения. В последнее время Банк России неоднократно поднимал проблему высокой заградитованности населения. ЦБ планирует усложнить выдачу займов на длительные сроки и выдачу кредитов гражданам с высокой долговой нагрузкой. С нетерпением ждут решения суда об отмене межевания участка жителей 29-го микрорайона, чтобы сохранить растущие на нем сосны. Заседание назначено на ближайший понедельник. Все подробности далее. Территории по генплану под наши дома большие не хватало для благоустройства. Таким образом, этот лес выделен был и во всех надзорных органах зарегистрирован, то есть одобрен под благоустройство именно территории для обслуживания наших домов. Поэтому эта наша собственность была изначальной. Когда жильцы покупали здесь квартиры, они знали, что территория, вот эта территория, это не какая-то городская черта, которая в дальнейшем может уйти под какую-то застройку. То есть мы точно знали и смотрели генпланы, что на этой территории должен быть сквер, благоустроенный именно для обслуживания наших домов. Надежда рассказывает о событиях 2005 года, когда люди селились в жилом комплексе «Молодежный». Тогда никто и подумать не мог, что спустя 10 лет генплан будет изменен, а небольшой сквер окажется под угрозой вырубки для будущей застройки. С 2015-го жители начали судиться с чиновниками и представителями подрядной организации. Их иски были удовлетворены. У нас есть решение арбитражного суда апелляционного, где сказано, что эта территория принадлежит собственникам, что этот кусок администрация обязана вернуть, аннулировать договор аренды. И нам должны предоставить возможность зарегистрировать эту территорию под домовую собственность, долевая общая собственность всех жильцов. Что мы, в принципе, и сделали. То есть после решения суда мы обратились через МФЦ в Росреестр с заявлением о том, чтобы нашу территорию оформили в общую долевую собственность. Но нам отказали. То есть причину даже наш юрист не понял абсолютно. То есть какая-то отписка была. Сейчас люди обратились в суд с иском об отмене межевания этого участка. Ближайшее заседание назначено. На понедельник, тем не менее, некие граждане огородили участок. Возможно, строительные работы вот-вот начнутся. Мы просто опасаемся, что сегодня вот они забор в кольцо закрыли полностью, сейчас устанавливают ворота, а завтра уже начнут вырубать сосны. То есть и потом, даже если мы, в чем мы уверены, то есть решение будет на нашей стороне, мы эти сосны уже не вернем. То есть их надо спасать именно сегодня, завтра. И нам никто в этом не может помочь именно в Ангарске. Абсолютно никто. Ни администрация, ни прокуратура, ни полиция. То есть никакие надзорные органы не могут повлиять на эту ситуацию. Хотя у нас идет суд. Ну вы дождитесь решения, если вы считаете, что вы правы. Альберт Домнин, Алексей Резник. Новости 360 Ангарск. Будьте бдительны. Вновь активизировались мошенники. Полиция призывает людей не общаться с неизвестными и уже тем более прекратить разговор, когда они просят перевести деньги на номера банковских карт или телефонов. Усложняется работа по поимке преступников тем, что видов афер становится больше, а злоумышленники разрабатывают новые программы для обмана населения. С начала текущего года на территории города Ангарска зарегистрировано 597, возбуждено уголовных дел 597, связанных с хищением денежных средств граждан, с использованием сети интернет, средств связи и банковских карт, из которых 250 – это мошенничество. Самый распространенный вид мошенничества – это когда злоумышленники звонят потерпевшим, представляются сотрудниками банка и сообщают информацию о несанкционированных переводах либо попытках оформления кредита и убеждают граждан перевести денежные средства на безопасные счета с целью их дальнейшей сохранности. Также в настоящее время у нас увеличивается мошенничество, связанное с инвестициями. Люди из различных источников в сети интернет находят сайты по инвестиции, не ознакомившихся с данной информацией о данных сайтах, не почитав отзывы, они, получается, перечисляют денежные средства с целью выгоды, перечисляют денежные средства неизвестных кому и ждут. Как обычно показывает практика, денежные средства не поступают им, прибыль не приходит, и после чего по истечению месяца-двух люди обращаются в правоохранительные органы. Уголовное дело в отношении троих молодых ангарчан, обвиняемых в реализации синтетических наркотиков, передано в суд. Следствие установило, 18-летняя ангарчанка, ее 19-летний сожитель и двое знакомых закупали зелье в Красноярске, фасовали его на дозы и распространяли в Прибайкалье. В феврале они были задержаны с крупной партией запрещенных веществ. Также оперативники обнаружили места тайников и изъяли готовые к сбыту свертки. Одна из девушек, заключившая со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве, уже осуждена на 7,5 лет лишения свободы. Не переключайтесь, далее немного полезной рекламы. Субтитры создавал DimaTorzok РТА Телеком 612-612 Военный комиссариат города Ангарск проводит набор граждан для поступления в Краснодарское высшее военное орденов Жукова и Октябрьской революции, Краснознаменное училище имени генерала армии СМ Штеменко, Министерство обороны Российской Федерации по специальностям. По программе высшего образования – защита информации на объектах информатизации военного назначения. Срок обучения – 5 лет. Квалификация – специалист по защите информации. По программе среднего профессионального образования – обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем. Срок обучения – 2 года 10 месяцев. Квалификация – техник по защите информации. Обращаться по адресу город Ангарск, 17-й А микрорайон, дом 22, призывной пункт, кабинет номер 2. Ежедневно с 8 до 17 часов, кроме субботы и воскресенья. Телефон в Ангарске – 51-56-76, 55-69-29. Телеканал «360 Ангарск» приглашает в свой дружный коллектив журналиста, желательно с опытом работы, и менеджера в отдел продаж. Резюмы отправлять на e-mail. Реклама – собака.ангарск360.ру Требуются расклещики объявлений. Телефон – 612-612, 612-612. Подведены итоги конкурса объявленного Иркутской региональной общественной организацией «Родители Сибири» ко Дню Отца. В этом году он собрал рекордное количество участников – около полутора тысяч. Какие работы прислали жители Иркутской области – смотрите в сюжете. Мой любимый папа, ты уехал далеко. Я хочу, чтобы ты поскорее вернулся. Я тебя очень жду. В таком творческом формате маленькие участники конкурса выражают свою любовь к самому главному мужчине в их жизни – папе. День Отца в нашем регионе отметили 17 октября. Это самый молодой праздник в Иркутской области, но незамеченным он не остался. Участие в конкурсной программе «Папа-2» приняло около полутора тысяч человек. Номинаций было четыре. Конкурс рисунков, чтецов на лучшую видеофотографию. В каждой номинации выбрали своих победителей. Таковых оказалось 51. Все участники без исключения получили дипломы «Суперпапа». Это такая площадка, где можно говорить со своими папами, где можно признаваться им в любви, где можно с ними говорить через рисунок, фотографию, видеосюжет. Папы же обычно у нас очень заняты. Они все время работают, они делают очень много важных вещей. И, наверное, редко, когда удается рассказать папе, насколько он важен, насколько он нужен, насколько то, что он есть в жизни человека, определяет его дальнейшую судьбу. География участников приятно удивила организаторов конкурса. Свои работы присылали дети из всех уголков Иркутской области. Вся Иркутская область участвовала. И особенно было, наверное, важно, что участвовали, знаете, какие-то деревни, которые мы даже, ну я не знала, что такие есть, станции. То есть присылали очень много сельских жителей, приняло участие, очень много районов. Награждение победителей пройдет в очном формате для ближайших населенных пунктов к Ангарску. Остальные участники конкурса получат свои призы по почте. Ксения Высоцкая, Алексей Резник, Новости 360, Ангарск. Продлить школьные каникулы до 7 ноября предложила муниципалитетом областное министерство образования. Напомним, ранее из-за ухудшения ситуации с коронавирусом Владимир Путин объявил нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Минпросвещение также предлагает прибавить эти дни каникулам. Кроме того, региональное Минобразование рекомендовало на местах рассмотреть возможность открытия дежурных групп в детских садах на период нерабочих дней при наличии запросов от родителей. Если у Вас остались темы для сюжетов, то звоните по телефону 54-88-07. А также все наши репортажи Вы можете посмотреть в группах ВКонтакте и Одноклассники. Еще больше новостей в нашем инстаграм-аккаунте. Это было все на сегодня. Я говорю вам до свидания, но не переключайтесь. Впереди прогноз погоды не только для ангарчан, но и для жителей других городов Прибайкалья. Ангара Медиа К вечеру на термометре можно будет наблюдать 4 градуса по Цельсию. Ветер юго-восточный 1,3 метра в секунду. А теперь о погоде в Ангарске. В субботу переменная облачность, преимущественно солнечно. В обед 10 градусов тепла, ночью минус 1. Ветер юго-восточный 1,3 метра в секунду. Атмосферное давление 728 миллиметров ртутного столба. И на этом у меня все. Смотрите метеопрогноз на канале Ангара Медиа. А я желаю вам отличного настроения в любую погоду. Анастасия 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 Продолжение следует...